Доброе утро, дамы и господа! 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 Ну, у команды Cloud9, напоминаю, есть зуб серьезный на Ликвидов. Ликвиды в рамках квалификации на Epicenter обыграли дважды своих соперников, поэтому, естественно, Клауда в рамках ESL про лиги хотели бы отомстить. Но пока что это онлайн-часть, в любом случае, что Клауда, что Ликвиды, скорее всего, проходят на ланы, которые пройдут через месяц в Дании. Ну и форс от Ликвидов, вторые арморы, чешки, подходят под B-Plant, и тут три человека снова принимают эту точку. Ну вот, да, там у Cloud9 и Team Liquid это вечные соперники, хотя сейчас Cloud9 в очень хорошей форме, у них там великолепный стрик по победам, и с Катом тоже убивали. У нас тем временем стычка, и, возможно, заберут кого-то из крыков защиты игроки команды Team Liquid, но нет, выживает. Аутиматик, делал два фрага с Кадул и сам Аутиматик, по итогу 3-5, на дропрум у нас перемещается Team Liquid, вторым падают, и через коннектор пойдут дальше, но далеко ли? Раш находит оппонента, погибает Твист, в размере убивает Аутиматика, ну и последний, выживший Нитрос, бомба на руках, перемещается обратно. На дропрум залезает в окошко, и здесь его уже ждут Тарик вместе со Стюит УК, Нитрос, чешка на руках, имеется второй также армор, можно попробовать кого-то забрать, но нет, Стюит УК был точнее 2-0, Cloud9 без проблем забирают также форс раунд команды Liquid. И, честно говоря, здесь получается очень даже бодро, но Cloud9 пока начать, ты вот сам больше кому предпочтение отдаешь из этих двух команд, потому что, как мы уже с тобой обсуждали, эти команды сейчас являются тут два Северной Америки, у них вот идут постоянно контры, там буквально небольшое отставание по поинтам в Ашел ТВ таблицы, 7-8 место. Я думаю, Cloud9 из-за того, что вот хотят они больше эту победу. По большому счету, эта игра ничего не значит для обеих команд, но для престижа, для какого-то своего внутреннего ощущения, Cloud9 должны больше хотеть, естественно, обыграть Liquid. Хотя Liquid вроде как считается более скилловая команда на данный момент в Северной Америке, но опять же за счет вот тех же побед на Эпицентре. Итак, глоки от Liquid не стали быстро пушить у нас лошадки, решили хотя бы одного-двоих забрать у команды Cloud9, но с другой стороны, даже такой результат, в принципе, почти что-то нереальное невозможно, потому что вторые арморы, Шамосы, хотя вот Алтематик может открыться, но ему помогает один из тиммейтов за машиной, забирается к Дудлу, кстати. Уже какой-то маленький бонус ребят с команды Liquid заработали, но не более того. Один минус, это хорошо, 3-0 за Cloud9. Ну что же, недавно, кстати, читал интервьюшку команды Liquid, они там обсуждали, им задавали всякие вопросы. Дальше всевозможные ликвиды обозначили свою позицию, что после того, как поменялся ингейм-лидер, команде стало попроще отрабатывать, и там появилось побольше пространство, поэтому ликвиды себя чувствуют, хотя эта интервьюшка была довольно, там, не то чтобы старенькая, но не самая свежая. Огровенно говоря, когда у них поменялся как раз таки ингейм-лидер, ребят сказали, что им попроще стало, они показывают результаты начали лучше по итогу. У нас тем временем погибает аутиматика, лично прострелом в голову забирает оппонента, ну и, собственно говоря, сейчас посмотрим, возможно, вот ликвиды пойдут в том же ключе, и, возможно, даже к лоудам ничего не отдадут. Скадул находит нитро, размены есть, снайпер сделал свое дело, снайпер может уходить, но недалеко перемещается на конюшню флешка, на спуск, и, соответственно, здесь же Скадул просто перемещается вглубь планта А. Есть тиммейт, а нет, тиммейт уже убежал, Скадул дал великолепный минус снайперской винтовкой по Элиджу, и дабл уже оформляет для себя снайпер команды Клоуд Найн. Все это окей, пока что в дробке, играет с Эмкой, вдаль нашивают у нас террористы, оттягивается назад игрок команды Ликвид, Раш тем временем с Юмпиком находится в дропруме, ну и совсем скоро последует кульминация этого раунда в минтинстве Ликвиды. Вдвоем будут атаковать Б плент, GDM, тем временем действовал один под плентом А, но не тут-то было. Пресекли его перемещение игрок команды Клоуд Найн, в частности Скадул делал минус, ну и даже не представляю, что светят Станиславу и Твисту. Три человека обороняют эту точку, и в любом случае они должны на размене сыграть очень-очень уверенно. 25 секунд до конца этого раунда, и такое впечатление, как будто Ликвиды договорились все-таки засейвить в этом раунде, потому что оно вот не торопится и все. 17 секунда, Станислав все-таки выходит на шефте, Тарик играет крайне аккуратно на ступеньках, выходит в бок Станиславу, бомба падает, и в конце Ликвид один против четверых, а куда же тьют окей, пытается жить за кубом, но не получилось. Раш делает минус, это 4-0. Ну смотри, в прошлом раунде по итогу у нас просто один Скадул забирает троих одиночных товарищей с команды Ликвид, а оставшиеся двое, которые были под Пантом Б, никак не действовали абсолютно. Поэтому просто пощелкал, Скадул своих оппонентов, сделал трипл, и дальше просто уже окончание раунда 20 секунд остается, и только в этом моменте начинает действовать Ликвид, что было уже небольшим фиаско, потому что 2 в 4, отстреливают одного оппонента, там еще и был игрок в коннекторе, поэтому шансов изначально у команды Ликвид было немного, потому что действовали по одному, и по итогу получилось вот так. Сейчас же денег нет, нужно делать какой-то полуфорс, полуэко, и оставлять себе деньги уже на девайсный раунд, еще не видели снайперской винтовки от команды Ликвид, Джедем явно будет себе покупать снайперский девайс, возможно увидим даже не один, там еще, возможно, кто-то себе прикупит снайперскую винтовку, но в атаке на Кобле 2 ВП это что-то, что-то с чем-то, но вот за защиту, конечно, можно попробовать, тем более, что есть кому стрелять, там и Стюй может попробовать себя, и Раш тоже неплохо показывал снайперской винтовкой, скилл Тарик и Аутематик, ну так, время от времени, если других вариантов нет. Поэтому посмотрим, пока что дробка занимается командой, ну, попытка занять дробку от команды Ликвид, получает отличную хаешку игроки. Атаки, там неплохо действует Раш, ну и, соответственно, у него выход, Раш оформляет голову Элиджи, тот уже пошел дальше Твист, но его прострелит, то есть Тарик на ХЛПС, Ланга забирает оппонентов, Джедем уже с коннектора, также отвешивает ему Стюйт Окей, ну и последний выживший Нитро на подъеме здесь тоже неплохо. Казалось бы, пытался воевать, но, к сожалению, 5-0, точнее 0-5 для него, для его команды, и пока что CloudA смотрится очень свежо, прям очень свежо. И, кстати говоря, для Cloud9 это очень важные игры, потому что ребята тоже имеют не так много поинтов, а игр у них уже довольно достаточно. Здесь они борются еще за попадание в топ-6, да, они находятся на пятой строчке, но у них всего лишь 35 поинтов, то есть очень близко NRG, очень близко Misfits. Ну вот и еще один, видишь, показатель, точнее пункт выявил, по которому CloudA должны стремиться к тому, чтобы одолеть Ликвидов. То есть не только какая-то личная неприяльность, скажем так, но и действительно турнирное положение, дабы не обскакали их миссис на повороте. Желательно выигрывать и зарабатывать 6 очков за 2 карты. Станислав откидывает флешку в дроп-рум, падают ребятки из команды Ликвид за эту позицию, не самой лучшей разменностью, делает один минус, но при этом преимущество для Лошадейска. Дудл пока что один находится на Кингхате, спешает по твисту, курятники, извините. Ну и 3 в 3. Аська, Дудл еще один минус, делает по GD, мы тут уже в смоках находятся Станислава, можно попробовать заметить, но там еще есть тиммейт, игрок команды Ликвид, очень сильно прошивает сейчас Станислав, прострелом, тут же Аутиматик на хелпе добирает Элитжа, последний остается Станислав, ну и шансов здесь для него немного, так как очень быстро перемещается Аутиматик. 6-0 по итогу, карта Гублстон пока что полностью под диктовку команды Cloud9, Team Liquid имеет возможность закупиться, но делают себе опять же бай пистолетов, хотя нет, один девайс залетает для твиста, остальные игроки команды Ликвид берут себе вторые армуры, первые, также есть Тег девятый, очень редкий девайс в наше время, также К5-7, но есть Дигл, еще две чешки, плюс про скидки тоже можно что-то придумать, но вот такой вот браунд решили организовать себе Team Liquid, при том, что второй находится под точкой Б, тут же неплохой сейчас буст возможно выйдет, хотя 300-300 там пробивает очень неплохо, отлично, флешка, еще одного Скадула пробивает, на пол хп даже больше, Станислав очень сильно страдает, Скадула также хочет крови, идет дальше, молотов прилетает на лестницу, и на плато, в принципе, да, Скадула уже не сможет зайти. Охематик пока что нашивает миддл, довольно серьезно просеяли все игроки команды Ликвид, пока что не получается у нас, ребята, как Тоблстоун, преимущество существенное у Клаудов, и по деньгам, и по мотивации, и по морали, ну и время, наверное, ставить тайм-аут, общаться, хотя, с другой стороны, позапрошлый раунд они должны были брать, тут зарешали крутые индивидуальные действия, прежде всего, игроков команды Клауд Найн, в частности, Скадула с АВП на курятнике. Охематик чекает боковуху, перед ним играет JDM, вот-вот JDM выйдет проверить позицию, тень-то видно, и ошибается Охематик, слишком рано он начал стрелять, пускал при фаеры, вот Скадула сегодня, видимо, на коне, этот парень играет крайне хорошо, у него 9 фрагов, 4 асиста и 3 смерти. Тут прям действительно на конях просто Клауд Найн, не чувствую, Скадула, прошу прощения, пока что и Клауд Найн-то, в принципе, не ощущает оппонентов, 7-0, но надо бы уже включаться, Team Liquid имеется у них хороший бай, учитывая, что Twist покупал себе калашников, когда у всех были пистолетов, все равно есть MP, полная раскидка, еще 200 баксов остается на печенюшке, для того, чтобы, ну, возможно, потом еще при поставленной бомбе оформить себе какой-нибудь хороший бай, но, но Клауд Найн смотрится очень свежо, там Team Liquid по фрагам-то все очень плохо, 3-1-7, 3-1-7, 3-0-7, 1-1-7, и Станислав Агент пока что без фрагов вовсе, стеет окей, поп-н-фраг, правда, Старика, чуть не продали, остается мне 12 хеллс-поинтов, ну и Twist берет снайперскую винтовку в руки, можно попробовать сейчас наказать команду Клауд Найн, на боковухе находится лишь один Скадудл, но Скадудл тот парень, которого можно и не пройти, фраг влетает Скадудл просто отходит, флешка на то, чтобы не убили, но и дальше команда Клауд Найн продолжает просто нигерировать всю команду Liquid. Да уж, пока что у Liquid'ов, ну совсем ничего не получается, мы стали сыграть немножко по-другому, с большей агрессией, и команда Клауд Найн к этому готова. Хороший коктейль молотого Паттарика, догадали, что находится в этой арке, но при этом Стюи должен неплохо играть под флешку, а слепил только что своих оппонентов Rush, при этом Стюи под флеш так и не сыграл, потому как Liquid'ы отошли поглубже, раскидывают они плент B, и вот в Курятнике сейчас Стюи и Туке, скорее всего, не проявили, тем более и Rush'ы и Automatic будут отстреливать соперников. Хотя Костя Молотова отличный в Курятнике, но Automatic на чеку забрал и Лиджа, и Станислава. Остается последний твист, один против троих. Пускают рифаеры смог и получают от Automatic'а. 8-0 по итогу, Team Liquid сейчас снова не самое лучшее денежное финансовое положение, 3-700, 3-550, 5-1000, можно попробовать закупиться, но вот она влетающая пауза. На раунде номер 9 нужно команде Liquid пообщаться, придумать что-то иное. Сейчас пытаются выйти просто на стрельбу, но, как мы видим, это получается весьма плохо, и Станислав по-прежнему не... Без фрагов, 0-0-8. Станислав, братан, надо что-то делать. С этим всем там даже, если посмотреть, наверное, по дэмиджу будет не особо много. Кто у нас там? Подождите, Станислав, Станислав, Станислав. У него всего лишь 84 нанесенного урона за 8 прошедших раундов, то есть по 10 урона вносят, ну, примерно в среднем за раунд. Это вообще показатель такой, что, возможно, просто Станислав еще не проснулся, либо же его позиции, его перемещение, ну, как-то контрится одним щелчком пальцев. Экономика у команды Cloud9 просто сумасшедшая. 14 тысяч имеется у Скадудла. Там 5 тысяч, 8 тысяч. В принципе, там не погибал у Скадудла уже на протяжении многих-многих раундов. Но надо ликвидам что-то делать с этим всем, потому что, ну, это вообще не дело. Я ожидал какой-то более-менее равной игры, то есть какой-то равный счет, какие-то качели на первой-второй половине, но вообще в карте пока что 8-0. Но вот такой результат. Cloud9 решились, вероятно, просто брать сейчас всех, убивать. У них там стрик в 7 побед. И это очень жестко. Это очень жестко и беспросветно. Пока команда Ликвид. Дмитрий падает. Все-таки ответчик от команды Ликвид. Вот такая вот. Такой плохой тайм-аут. Рис, кстати, решил покушать во время паузы, видимо. Плохо отыграл с чешечкой. Ну и Станислав по 250-й. Играет за кубом. При этом тарик красный. Если снайперы промахнутся, у Станислава все шансы на то, чтобы взять Татранс. Станислав проверяет пока коннектор. За скалой не видит соперника. Заходит дроп. Рум. И тарик был к этому готов. Но если не к этому, то к тому, что где-то вдалеке заберет Станислава. Но и вблизи сумел справиться с соперником. Бомбы стояло у Ликвидов. Море просто денег. Море. При этом у Станислава и у Жидиема 1.0 фраг. 1.0. 1 фраг на 2х за 9 раундов. Это, конечно, вообще боль печаль. Да и, честно говоря, Ликвид вообще особо не убивает. Там только один твист пыхтит. 7 фрагов у него имеется. Но вот у команды Клоуд Найн, конечно, есть явные фавориты по фрагам. Их целых 3. Аутиматик сходовала с 9-2к. Там чуть позади Тарик и очень позади Раш. Но, опять же, видимо, на него не особо играет. Потому что Смертиню там тоже всего лишь 2. Если добегает до него команда Ликвид, он, конечно, убивает. Но там справляются вот те трое товарищей, у которых на троих уже больше 30 фрагов за 9 раундов. Что весьма похвально. У нас там Клоуд Найн решили сделать велосипед и укрепили боковуху. Втроем стоят, ждут оппонентов. Стюй-2к на подсадке вообще сидит. И один игрок только на коннекторе. И один на пленте Б. Пытаются Клоуд Найн угадать. И, возможно, угадают, потому что я вижу скопление игроков атаки именно вот на подъеме. Сейчас, возможно, Стюй-2к будет наказывать, если игроки атаки к нему пойдут. Там Скадудл получает вжбан от GDM. Там даже не пытался прощекать. Стюй-2к сидит. И Лич, по-моему, сейчас будет чекать здесь. Голова видна. И Лич находит фраг по ультиматике. Только после этого вступает в бой Стюй-2к. Действует ОК и вроде бы и показал уже скиллуху, но отъезжает от Нитро 2 в 4. Бомба подбирается, но еще нужно пройти Раша. Тарик и Раша 2 в 4. Тарик находится на дробке. Раш при этом на пушке. Станислав обошел все-таки через балкон Раша. Но и там без шансов. Первый раунд, судя по всему, для команды Ликвид. Тарик, как бы много денег не было у Клоудов, все равно сейвит. Пытается выжить максимум, но Станислав его нашел. Ну, неплохо сумели сыграть Ликвиды в этом раунде. Ну и благо для них 4 человека выжило. Это значит, что сами могут немножко улучшить свою финансовую составляющую. И посмотрите, насколько важно было и Станиславу, и Джедему делать эти фраги. Джедем набил 1, Станислав 2. И сразу же первый раунд находит к копилку команды Ликвид. Но в данном случае статистика решает. Да, заиграли вот те самые 2 игр, которых не хватало. И все-таки вот он раунд. Возможно, стоит... Да почему возможно? Нужно просто команде Ликвид действовать в том же ключе. Возможно, запускать Станислава и Джедема в лице первых, чтобы они уже там пытались показывать свою скиллу. Потому что, ну, действительно, там 2 фрага за 8 раундов, за 9. Видите, это было весьма несерьезно. Так что, ну, вот, поступили, выступили лидирующими номерами здесь в прошлом раунде. Возможно, и сейчас что-то подобное увидим. А может быть, это было какое-то прозрение в прошлом раунде для команды Ликвид. И Cloud9 просто возьмут эту половину, что там, сейчас минус один. Такое тоже вполне возможно. Но вроде бы Ликвиды просыпаются. Это очень важно. Тем временем у нас вроде бы и ситуация для Cloud9 была более-менее приятная. Потому что укрепляли то самое место, куда выходили Ликвид. Но ошиблись. Сейчас же стандартная игра 2 на А. 3 на Б. И, может быть, такой стандарт для команды Cloud9 будет более приемлемым. Ну, пока что все равно карта под контролем команды Cloud9. Я не думаю, что этот раунд как-то может ударить по морали облаков. Поэтому в любом случае стоит ожидать разгрома, как по мне, по карте Cobblestone. Но Ликвиды еще, наверное, посражаются. Не на этой карте, так на следующей. С другой стороны раунд взяли. Попробуют этот затащить. Тарик добирает Станислава под Б-плентом. Загулял у нас игрок к атаке. Непонятно, что он там делал. Но, видимо, простая такая тактика. Мол, ты пошуми на Б, сделай минус. Мы пойдем на А. Ну, слишком прямолинейно играет команда Ликвид. И в итоге Cloud9, естественно, читает. Четыре человека у Cloud9 принимает сейчас плент А. Аутиматик, еще окей, Тмитро погибает лично. Подчистую, в сухую. Отличная работа от Cloud9. 10-1. Ну, вот подобный раунд был, по-моему, на пистолетном. Когда один шумел. Джедем там был как раз таки. На Б-лонге пытался нам стреляться с оппонентами. И вот попытка была от Тим Ликвид пройти через боковуху. И вот в этот раз, правда, не ждали. Но в прошлый раз то же самое получилось. Точнее, не получилось. Они вышли, все погибали. Вообще не поняли, где находятся их оппоненты. Но деньги есть. Благо, для Тим Ликвид не у всех. Но есть снайперская винтовка. Есть три Калаша. И для Элиджи это, вероятнее всего, будет какой-то Галил. Может быть, Фармган. Либо же Диггл даже здесь зайдет весьма неплохо. Но это ЕМП-шка. Раскидка для молодого американца. И две снайперские винтовки прежнему имеются на руках команды Cloud9. Пока что еще 20 фрагов никто не достиг. Но я думаю, что это дело затягиваться не будет. Тем более, что если игра... Вдруг каким-то образом будет идти во второй половине под дикток команды Team Liquid. Которым нужно брать хотя бы... Ну, в идеале, конечно, все оставшие четыре раунда. Но хотя бы здесь, я думаю, троечка. Но это будет прям для них подарок. Посмотрим, сумеет ли. Пока что все очень круто получается для ребят из команды Cloud9. В принципе, буквально в нескольких загадках. Собидно на карте Кобблстоун. Нужно доводить на очагологическое завершение. Нитра забирает TUTK. Ошибается у нас в команды Cloud9. Представляет слэнд B. Но при этом Тарик шикарно отыгрывает на позиции. Играет за памятником с Авиком. Забирает Лидж. Остается последний игрок атаки. Это Нитра. Собственно, он открывал этот раунд. Он же его и заканчивает. Правда, своей смертью. Одиннадцатый для клаудов. И фулл эокат команды Liquid. Бомба не стояла. Две тысячи долларов. Какая же крутая коммуникация и поддержка команды Cloud9. Потому что там чуть-чуть ошибается снайпер. Там Молтов залетал не так. И вроде бы поспрыгивали уже оппоненты. Но там с боковухи влетает. Коммуникация вообще суперская. Информация дует вовремя. Поэтому выживают абсолютно все практически. Ну, даже не все, а в большинстве. И для Liquid'ов это очень-очень большая проблема. У них снова нет денег. Соответственно, двенадцатый должен улетать в Cloud9. Если, конечно, Liquid'ы не зажбут одну из позиций. Не достанут себе какие-то девайсы. Возможно, просто выбьют команду Cloud9 с раунда. Но то, что мы видим. Один девайс на Team Liquid. И то, потому что там по фрагу... И смотри. Они взяли по раунду. Ну, вернее, один раунд. Станислав и GSM снова не убивают. То есть у них как было четыре фрага, так и осталось. Они сделали три фрага за один раунд. И все, и снова успокоились. Типа, ну, как бы мы сделали по два фрага. Нам норм. Не, ну они стараются, но не получается просто. Просто такое бывает. Посмотрим, как будет дальше. Посмотрим. Пока что с глоками. Играют ребятки. Непонятно, почему. Ну, с одной стороны, похвалить стоит, конечно, команду Liquid. Хватает выдержки, несмотря на 11. Один. Настолько аккуратно играть пистолетами. С другой стороны, по большому счету, ничего не отдаётся. И, в принципе, можно было и пушить, и рашить. И отталкиваться больше от бая. Ну, решили сыграть дотошно. Сделали. Нет, не сделали, кстати, одного минуса. Тарик просел, но кила они не сделали. По четыре тысячи теперь у команды Liquid. Ну, старались сыграть дотошно. Видимо, не столько, чтобы убить, чтобы бомбу хотя бы как-то поставить. Но не получилось. Ну, и теперь калаши. Нет снайперской винтовки. В этом плане преимущество опять на стороне команды Cloud9. Ну, довольно забавно. Я не знаю, я почему-то посмотрел прошлый раунд, когда там трупы летали перед Тариком. И почему-то аж прям улыбку всё это вызвало. Как Cloud9, опять же, я повторюсь, круто отыгрывает. Мне очень нравится. Я не знаю, почему так Team Liquid подраслабились. Потому что у них там тоже 42 поинта и две игры. По-моему, это последние их игры в рамках всего этого. Вот там Нитр неплохо прорывается на плент. Забирается Шка Дудла. Идёт дальше. Смаки разкинулись на пленте бета. Уже влетает у нас Стюит Эке. Утиматик. Два фрага в размене. Твист находит аутиматика. Три в три. Ещё раунд даже близко. Не в скопилке Ликвидов. У нас там размены. Погибает Стюит Эке. Но перед своей смертью забрал Станислава. Два в два. Битый Ильич. У него следует 12 хп. Но там Твист отрабатывает Раша. Ну, и Тарик последний. Возможно, второй раунд для команды Ликвид. И... Ох ты, как сейчас не повезло. Тарик, он находился за скалой. Но там уже Твист прошёл позицию Куба. И, соответственно, был уже в спине. Ну, в бочине у оппонента. Второй раунд для команды Тим Ликвид. Нужно брать третье 100%. Потому что, ну, 13-2. Это прям очень, очень скользкий счёт. Прогибаешь пистолетный раунд. И уже, вероятнее всего, отдаёшь и карту. А там камбечить и камбечить очень сильно. Ну, и как мы видим, пока что ничего Тим Ликвид предложить оппонентам не могут. К сожалению, возможно, получится лучше за защиту. Но слишком много поотдавали. Очень много поотдавали. Посмотрим, что теперь из этого может получиться. Пока что действительно не получается у ребят практически ничего. Но, может быть, последний возьмут и пистолетный затащат. Проснётся команда. Как и зрители, как и комментаторы должны просыпаться. Ребята из команды Ликвид. Потому что без хорошей игры в последнем раунде и в пистолетке ничего им не светит. Скадудл с АВП. Летает лэшка. Скадудл уходит назад. Но, в любом случае, наверное, останется. Потому как... Мы видели, насколько хорош сегодня Скадудл. И, естественно, когда этот человек уверен в себе, он не будет уходить от своих соперников. Делает два минуса. Джудем остаётся. Скадудл прифайр смог. И теперь входит на плента. Ну, пять с три. Опять на коне команда Клауд Найн. Ну, вообще, очень жёстко. Скадудл минус третьего. Джудем погибает так же. Снова не получается фрагов добыть у Тим Ликвид. А именно у Джудема и Станислава. Хотя у Станислава ещё есть шанс. Он пока ещё жив. Ну, ключевой здесь ствол, наверное, пока. Но шансы есть. Перемещение от Стюит Укея на машину, на плента. Всё-таки нужно помочь своему тиммейту. Твист на подъёмчике. Пробирается всё дальше и дальше. Но там контроль весьма неплохой. Станислав сейчас покажется. Получит в пяточку. И останется с 16 хп. Там Стюит Укея дорабатывает. Битва Станислава. Твист последний. У Твиста шансов здесь немного. Получает в голову от Раша. 13-2. Клоуд Найн. Великолепный. Добавить нечего. Типа, мы всё с вами сами видели. Какие-то сумасшедшие там недораунды были от команды Тим Ликвид. Зали только два. И по-прежнему там было только 4 фрага за 15 раундов на двоих у Станислава и Джудема. Но как-то вот пока не прёт. Не знаю, почему так. В данный момент, опять же, я ждал какой-то супер-лютой борьбы от обеих команд. Но, возможно, мы это посмотрим на Мираже. Это будет вторая карта противостояния Ликвид и Клоуд Найн. Так что, может быть, на Мираже будет что-то похоже только от команды Тим Ликвид. Хотя Клоуд Найн это их одна из топовых карт, если не самая лучшая. Так что, ну, там придётся попотеть с Ликвидом, если они хотят добрать себе поинты и как-то обеспечить себе, ну, хотя бы не то, что подушку безопасности. Но, опять же, я сейчас ещё раз посмотрю таблицу, что Тим Ликвид 22 игры. Сейчас я даже почитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. А, нет, там ещё есть игры впереди, чё-то я там запаниковал. Ещё есть всё это, сорок два поинта за 22 игры у команды Ликвид и у Клоуд Найн за 20 игр 35 поинтов. То есть, если они заберут в основное время две карты у команды Ликвид, у них будет сорок один поинт против сорока двух у команды Ликвид при одинаковом количестве игр. Ну, в любом случае, Ликвиды, я думаю, и Клоуд Найн пройдут. Пройдут дальше, потому как, ну, это две самые сильные команды считаются в Соединённых Штатах Америки. Конечно, если брать Лигу в целом, то у нас СК добавляется, у нас Оптики добавляются. Но как же ESL Pro League, да, без Клоуд Найн или Ликвид? Хотя подобные сезоны были. С другой стороны, напоминаю, Клоуд Найн ровно год назад выигрывали ESL Pro League. В Бразилии тогда проходили финалы, и неожиданно Клоуда обыграли все тех же СК. Тогда, по-моему, они и назывались СК. Еще Luminosity. А может быть, нет. А может быть, да. Но в любом случае, это бразильцы с Фоллином и Клзирой. И тогда неожиданно Клоуда сумели затащить финалы этой лиги. Хотя до того и после того особо не отличались хорошими результатами. Ждем пистолетного раунда в исполнении обеих команд. Готовы коллективы к тому, чтобы дать отмашку админам. Но ждем, видимо, как всегда, небольшую рекламу. Да, по всей видимости, тут пока небольшие, не знаю, интересные-интересные фактики. Команда Optic, единственная команда в ESL Pro League, что в сезон Северной Америки, единственная команда, которая не доводила игру до допов. У них все было сыграно в основное время. Единственная команда, остальные имели хотя бы по одному овертайму за 22 карты. У них 0-0 по овертаймам. А вот ликвиды трижды боролись в овертаймах и трижды там побеждали. А у Cloud9 были только одни допы, они там тоже выиграли. Вот так. У нас сегодня были просто два раза овертаймы. И, соответственно, ну, конечно же, про это поговорить стоило. Тем более, что, опять же, очень равная игра. Напомню, что сражались у нас там Ренегейс против команды Broke. И счета 16-19, 19-16. То есть, игроки взяли по... Команды взяли по одной карте. И все эти карты были с одноком счетом и сыграны в овертаймах. Разумеется. Ну, ждем. Остается, вероятнее всего, не так много времени. Флэшка от Станистана у нас замечательная. Ребята развлекаются. Очень интересно смотреть, когда они просто, вот, не знаю, каким-то чутьем договариваются. Сделать какую-то вообще странную штуку. Там кто на кухне балуется, кто там с ножами, кто со другом бегает. То есть, ребята развлекаются как могут, потому что, да, все-таки это не какие-то ланы, не суперсерьезные игры. Да, нужно добирать себе поинты, но, как ни крути, игроки находят время даже для того, чтобы просто пофаниться от души. И сколько было хайлайтов. Там даже с важных игр, когда там одна из команд, просто, чтобы пообщаться, там даже самый, по-моему, от Астралица был. На инферно интересный реплейчик. Не знаю, на кухне там кто-то им, по-моему, там девайсы иду раздавал. Типа такая вот была миниатюрка. Но! Игра начинается в 2.13. Наверное, даже в одном пистолетном раунде того, чтобы проиграть, либо же попробовать вернуться на карту. Деку Болстон, у них есть 2 раунда, но, как-то не знаю, нет того огня, который был до этого. То, что мы смотрели, у Team Liquid, Cloud9 просто вот идут. И явно видно, что Cloud9 эти карты, эти поинты нужны намного, они намного важнее, нежели команде Liquid. Хотя, возможно, просто вот Cloud9 хотят, наконец-таки, пробить тот самый стрик из 5 поражений подряд от команды Liquid, когда они сражались, там еще с ЕЦС третьего сезона все это творилось, но, все-таки, выход на боковуху сметают максимально быстро и Лиджи на двоих. Стюит Укей вместе со своим тиммейтом. Это как раз-таки Раш. Но при этом это фейковый выход на боковуху. Они сделали один минус, и в этот момент Аутематик упал в дроп-рум. По нему никакой инфы нет. По идее его никто не слышал. Лишь догадываются о том, что в бок мог упасть. В дроп-ку упасть Аутематик. И Джи Дему удалось забрать Аутематик. Все-таки, ну, практически в спину. Стюит Укей минус квист. Летит смок на коннектор. Стюит Укей, отличная игра под коннектором. Делает минус смок. Объединяется с своим тиммейтом. И ребятки решили быстренько сделать подсадку в дроп-руме. Ну и, соответственно, Нитро пойдет через Б-лонг. Позиция у атаки тоже хорошая. Стюит Укей играет возле скалы. Есть игрок на пленте. И самое главное, Нитро все равно делает настолько все медленно, что его отсюда должны ждать. Стюит Укей остается забрать Станислава. И дальше парни разыграют ситуацию 2 в 1. Смотрим, как сыграет Нитро. У Нитро и смок нет при этом дефузов. Нитро заходит на плент. Сканукул живет до конца. Стюит Укей стоит просто-напросто в смоке. Будет ли дефузить до конца у нас защитник. Он не дефузит. И все-таки Стюит Укей берет этот раунд. 14-2. Квадра для Стюи. И, конечно же, денег снова нет в Team Liquid. Форс от окончания этой карты, вероятнее всего. Только какое-то чудо должно помочь сейчас с Liquid, чтобы побороться в дальнейшем на карте Cobblestone. Но, по-моему, здесь уже все прописано. И очевидно, что Cloud9 подготовились к этой встрече намного ярче, лучше и как-то вот смотрится очень эффектно. По крайней мере, на карте Cobblestone. Дальше Мираж. Опять же, напомню, что у нас сегодня 2 бестов 1 с этими командами. Так что, ну, честно говоря, может быть, на Мираже Liquid проснулся, пошлёпать тебя по щекам. Типа, что это было вообще Cobblestone? Давайте забудем. И будем играть в Мираж, как будто ничего и не было. Но пока что, ну, довольно такой стандартный байотим Liquid. Имеется там даже MP-шка от GTM. Но Cloud9, 3 фармгана и 2 калаша. Плюс неплохая раскидка, которую Гаскадуло себе не смог ничего позволить. Но Стюит Укей за счет этого квадра смог себе хорошую раскидочку обеспечить. Ну, а тут же укрепление, даже не укрепление, а стандартная даже игра на планете B, 3B, 2A. При том, что довольно близко занимают игроки Team Liquid эти позиции. И Лидж вместе с своим тиммейтом идут на мидл. Там уже Стюит Укей какой-то чуйкой начал простреливать двери. Но игроки Liquid просто не решились идти дальше и просто сейвить свою жизнь и ждать оппонентов вот таким кроссфаером. Так, ну а дальше что у нас получается? 3F4, там еще и Твист развлекает Скадуло. Это выход через Блонг и забирают у нас игроки Cloud9 3. Хотя в размен паре также трое тиммейтов. И Лиджи Нитро, 2Ч, ребят ставят бомбу при этом. Ну и будет ли Стюит Укей моментально смотреть в спину? Пока смотрит коннектор, там у нас никого нет. Подобрал калаш Нитро, Юмпик, кто-то Лиджа. Стюит Укей заметил одного из соперников. Понимание, что 2 игрока на плейнте пока что нет. Стюит Укей сейчас видит и слышит двоих. Разбирает Лиджи, играет просто на себя. При этом его тиммейт пытается прикрыть. На бомбе находится Нитро и все-таки Нитро падает. Стюит Укей, приказ хэдшот, 15-2 в одном шаге от победы команды Cloud9. 26 на 7 Стюит Укей. 2 квадра подряд и вот такой фраг стат у него получается. 4 на 16 от GDM. 4 фрага у Станислава. 13 на 15 твист по-прежнему идет в топе. Ну и выделяется там, конечно же, среди своих тиммейтов. Даже имеет больше фрагов, чем у того же Раша. Команда оппонента, которая выигрывает с просто великолепным счетом 15-2. Такое камбэчить нереально. Но команды Liquid, SSG 08, Юмпишка, 3 пистолета. По расступке вообще полный минимум. Там флешка до смок остается по итогу таких довольно стартовых действий. GDM там проседает от Молтова, теряет почти полный хп. Но тут уже, наверное, стоит задуматься о карте. D-Mirage, честно говоря, мне даже интересно, какие там были предикшены от букмекеров. Довольно ровно. Cloud9 1.74, ну 1.7 и 1.9, 2 на команду Liquid на Cobblestone. Но думаю, что на Mirage там вообще будет все в пользу команды Cloud9 с более очевидным исходом. Но, как мы видим, 16-2, такое тоже бывает. 16-2 там и Cloud9 и SK Gaming недавно обыграли на ETSS. Так что Cloud9 сейчас прям вот лютые парни, которые свой винстрик просто продолжают и с такими разгромными щитами проходятся по оппонентам. Vist готов принимать DropRom. Уходят на Planet A, тем временем Cloud9 именно в направлении Planet A действует с бомбой. Далеко, очень далеко играется в тематике. Я так понимаю, у него то ли компьютер повис, то ли пицца приехала, нужно открыть двери. А это вообще лак полностью GoTV. А это уже до конца, по всей видимости, такой вот супер-лак от GoTV. Обычно так он чуть-чуть проскакивает, но бывает такое, что полно застревает у нас. Да, такие текстурки. Поэтому поздравляем к команде Cloud9, 16-2. По итогу этой встречи, надеюсь, что все-таки так и случилось, не просто крах GoTV по итогу. Но это я даже, наверное, посмотрю на LTV. Да, я думаю, это победа. Бывает такая ситуация. Это связано с тем, что админ забывает про задержку на GoTV, меняет карту заблаговременно. Соответственно, мы имеем то, что имеем. Хотя вот сейчас карта меня меняется. Меня тоже реконект. Может быть, сейчас увидим все-таки какую-то развязочку. Нет, там уже остается один и лич, и даст два грузится. Честно говоря, тут уже все, один и два остается. Я пошел TV смотрю с мухой и лич. Окей, друзья, у нас перерыв. Приходите и смотрите следующую карту. Матч продолжается.